Ватсап, ребятки, с вами канал AliGameless by Racket, это Son of the forest, да, сады леса, в общем, да, продолжение знаменитой игры выживания. Да, мы выходим опять на острове, как всегда, только в этот раз мы в виде спасателей, которые прибыли на остров в спасательные экспедиции, спасательные группы специально обученных солдат, которые потерпели крушение, и теперь наша задача выжить. Здесь опять все крутится вокруг, если вкратце, артефакта, который повлиял на здоровье местных жителей, рабочих и прочего. Всех, кто населял этот остров, теперь уже не узнать. А что будет дальше и как мы будем выбираться с этого острова, мы сейчас узнаем. Здесь есть смена погоды, да, теперь погода меняется везде, было у нас лето, мы за лето собрали много того, что можно было собрать, нашли то, что можно было найти и приспособили то, что можно было приспособить. Теперь, когда у нас много всего интересного в руках, и на спине, и в ногах, и вообще вокруг, мы можем путешествовать и проходить эту игру, смотреть, что здесь за сюжет, раскрывать его тайны, посещать его глубины и бегать по его поверхностям. У нас есть некий восклицательный знак, в точке, в который надо первостепенную задачу нам сходить. Вот мы, собственно, и идем в эту точку, будучи уже одетыми, посмотреть, что же в этой точке находится такого, на что нам нужно срочно посмотреть, на что нам нужно обратить внимание. Да, и попутно, попутно оглядываясь по сторонам, потому что везде нас ждут ужасные и коварные, скажем так, мутанты. Будем их так, демоны, мутанты. В общем, непонятные, человекообразные, а иногда даже безобразные, не человека похожие, в общем, разные твари, которые могут нам навредить. Поэтому мы будем аккуратно, неспешно. Вот так вот везде смотреть, потому что они приходят не только прямо, они еще могут сверху упасть с деревьев. Да, они лазают по деревьям. А еще они, бывает, притворяются листвой, поэтому еще снизу, из-под земли они могут вырываться и нападать, и это ужасно. Можно иногда очень сильно напугаться. Поэтому те, кто очень сильно боится, будьте осторожны, можно и напугаться так, что это будет последняя игра, в которую вы играли. Тем временем у нас есть что? У нас есть вот точка рядышком, куда-то мы уже... Смотри, какой красавчик. Да, вот первый представитель, а вот и второй лазит по деревьям. Представитель, я не могу дотянуться до него. Подождемся, пока он слезет. Пока он слезет, либо я предлагаю просто спустить его оттуда вам. Так. По-моему, у меня получилось. Или нет? Или нет? Или не получилось? Нет, не получилось. Какой он сильный! Но мы сильнее. Обязательно нужно проверить, достаточно ли вы сильно поколотили своего противника. Потому что противник иногда может подняться и... И дать сдачи. Поэтому, да. Вот у нас уже прям сильно пиликает GPS, и мы уже почти рядом. Это говорит о том, что прям мы очень-очень сильно рядом. Прям очень сильно пиликает. Прям уже трещит. Прям сейчас взорвется. И мы пришли. Куда мы пришли? Мы пришли на какую-то могилку. Крестик какой-то. Надо проверить, что здесь находится. Давайте возьмем лопату и проверим. А с какой стороны копать? От креста или на крест? Ну, давайте попробуем вообще с какой-либо стороны начать копать. Да, у нас, смотрите, у нас здесь есть что-то. Что-то определенно там есть. Нам это нужно раскопать, посмотреть. Еще бы GPS-ка это не пищало. Так. Ох ты! Ничего себе! Здесь один из наших представителей. И у него есть дробовик. Офигеть! А что еще есть? Маячок. Мы забрали маячок. Офигеть! Офигеть! Теперь у меня не только пистолет есть. Теперь у меня есть еще и дробовик. А это что? Это рогатка. А это лазерный прицел. А это какая-то штука. А если мы возьмем пистолет и возьмем лазерный прицел и совместим их, то у нас получится пистолет с лазерным прицелом. Прикинь. Так. А где дробовик прячется? Дробовик, наверное, должен здесь прятаться. Да, вот, смотри, прячется дробовик. У дробовика тоже какая-то штука интересная, смотри, есть, да? Какая-то штука интересная у дробовика. Да, у дробовика тоже что-то есть. У дробовика что-то есть. Надо это что-то поставить. Это что? Крепление для дробовика. Отлично. Крепление для дробовика. Пока непонятно для чего. А, для патронов. Для дополнительных патронов, прикинь. И разобрать. Нет, разбирать ничего не нужно. Тут какие-то патроны дополнительные вставляются. Пока разбирать ничего не нужно. Возьмем топор. Ох ты. Ох ты. На нас напали. Пока мы сидели, значит, рассуждали, болтали, на нас напали. Так, что ты будешь делать? Подожди, давай, 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 давай прям вот серьезно. Так, давайте серьезно, надо вот это все убрать, я не знаю, как, лайт, во, во, я убрал, я убрал эту штуку, блин, да нет, серьезно. Так, и у меня есть электрическая дубинка, я лучше сделаю вот так вот, чтобы мы долго не ковырялись с данным представителем местной фауны, флоры, я не знаю, к чему ему вообще относить, к земному, неземному. Ну, в общем, мы его просто вот так вот парализуем и побьем. Так, хорошо, хорошо, отлично, мы нашли дробовик, я не знаю, зачем, я не знаю, зачем, правда, так далеко было его закапывать, но я предполагаю, что нам нужно посетить некие места для того, чтобы... Вообще, на самом деле, восклицательных знаков не так много осталось. Я знаю, где следующий есть восклицательный знак, он находится у нас в другой части карты. И мы можем сейчас отправиться, посмотреть, что там находится. Посетив эти точки, возможно, нам какая-то картина прояснится того, куда нам нужно вообще двигаться, что нам нужно делать, я не знаю, в самом деле, но где-то, возможно, истина рядом. Тем временем, я предлагаю двигаться в направлении того направления, куда бы нас двигала бы та направленность, которую мы вообще представляем. Погнали! А тем временем, у нас началась снежная буря. Так, что-то нашли мы, что-то нашли. Сейчас посмотрим, что мы именно нашли, что хотели. Стой! Думала, да, от меня убежи. Да как же палочку из стафеты перенять? Все, есть. Значит, и здесь у нас все вроде бы покончено с ними. А разрушим им домам, чтобы они больше здесь не появлялись. Тоже, ну, с другой стороны, они тоже не виноваты. Такова у них такая вот у них судьба. Да? Вот быть такими плохими, быть такими злыми. А сажать людей на кольц. Ну, может быть, наша культура для них тоже очень дико. Еще другая твоя. Другие твари, другие обезьяны прибежали. Ох, ни хера, кто это такой? Охереть! Мне жопа! Кто это? Кто это? Что это было? Что это за дура прибежала? Почему? Как так вообще? Почему? Не серьезно. Ну, у всех есть понятие судороги. Когда голову отрезаешь, ты... Ну, в смысле... Почему мы об этом говорим? Почему мы обсуждаем такие темы? Не надо лучше. Это чернота чернющая. У кого ничего не дергать. Это игра. Эта игра, это глюк. А тем временем... Мне снесли все к херам. У меня нету ни брони. Мужчина из ниоткуда появился и нанес нам очень критически сильный урон. Я сейчас заем всякой штукой, всякими супами и макаронами. В общем, всячески попытаюсь себя реанимировать. И у меня вроде бы как получается. Но у нас смеркалось. Нужно валить назад домой. Сегодня у нас уже, можно сказать, состоялись полноценные приключения. Мы вышли в лес и себя показали. И людей напугали. И что-то нашли. И куда-то пришли. Теперь, чтобы это все не проджевывать, нам нужно пойти и сохраниться. Сохраниться, чтобы все было хорошо, чтобы все наши достижения были записаны на счет и никуда ничего не исчезло. А то придется заново бегать. А заново бегать, видите, как далеко бегать. Поэтому, чтобы не бегать заново, нам нужно пойти и все сохранить. И все будет замечательно. Вот как-то так. Вот как-то так, да. Мы вышли на опушку. Или опушка вышла на нас. Мы вышли на опушку. Увидели неведомую зверюшку. То ли она нас, то ли апельсин. В общем, не понять. Так, а тем временем. Тем временем, сколько можно двигаться по этому лесу? Почему его сделали таким огромным? На самом деле, конечно, прикольно. Есть атмосфера большого, густого леса, в котором можно заблудиться. Если у тебя нету, вот видишь, тут всякие демоны вылазят из-под земли. В котором, да, можно заблудиться, если у тебя нету GPS и GPS. И как он там, как правильно говорится, GPS или GPS. В общем, пишите в комментариях свои варианты. А тем временем, да, можно заблудиться, но он слишком пуст. В нем очень много пустоты, понимаешь? В нем очень много пустоты. Это не то, что вы думаете. Это во имя ресурсов. Так, есть. Есть, значит, у нас вот здесь вот такие моменты. Так, здесь веревка. Здесь веревка. Что здесь у нас будет? Здесь тряпочка, веревка. А здесь у нас что? Так. Есть медный провод. У меня, кстати, есть три лампочки. Надо будет три лампочки в доме. В доме поставить свет, чтобы был свет. Доладить, так сказать, освещение. Так, монетки и какая-то тряпочка. А в лесу тем временем становилось все темнее и темнее. И олени уже не боялись подходить. Потому что стало темно. Они теперь плюс пять скрытости имеют. И могут себе позволить... И могут себе позволить, да. Не бояться и подходить ближе. Но мы не олени. Мы умные. Мы идем сохраняться. Потому что сейчас наступит ночь. И вон, да, уже кричат какие-то кричалки наши. Нистовые противники на этой карте. И ночью вылазят самые жуткие твари. Огромные твари. Очень сильные твари. Поэтому, чтобы нас не разорвало, не раскидало по лесу, нам нужно быстро спешить к своему теплому очагу. Я не боюсь рыгающего демона. Я боюсь... Да, здесь есть такой демон рыгающий. Я боюсь котопса, который выходит ночью. Вот котопса я боюсь. Это такая херня длинная, огромная, как змея. Да, сколько уже можно бежать? Ну, серьезно. Можно было чуть-чуть поменьше сделать карту. Либо как-то вот, ну, все поближе сделать. Я не знаю. Они, да, сказали, вы увеличили карту. Хорошо, вы увеличи карту. Нам как бы и то и хватало. Там набегаться можно было в первой части. Зачем? Зачем здесь сделать такую большую карту? Бессмысленно. С таким маленьким количеством объектов это просто бессмысленно. А, Б, уже почти прибежали. Вы уже почти прибежали. Мы уже здесь есть. Мы здесь есть. Мы уже... Так где? Нет, подожди. Мы нихера не прибежали. Нам еще бежать и бежать. Сколько можно бежать? Вся жизнь вообще в одном беге. Это симулятор выживания или симулятор бега? Я не понимаю. Скорее всего, похоже больше на симулятор бега в лесу. Одинокий бег в лесу. Жопа скоро квадратная будет. Пока пробежишь из точки А в точку Б. Так, кто-то у нас закрыл здесь забор. Хрен потом опять откроешь. Мы прибежали. Вы прибежали. Мы внутри. Мы внутри. Мы сохраняемся. Ну и ложимся спать, чтобы переночевать, перетереть эту тему и продолжить наше движение дальше. Я не мог пройти, потому что череп. Мы выспались, солнышко. У нас наступило. День цветет. И птички поют. В общем, что-то происходит. Мы эффектно появились. Можно идти. У нас что? У нас обледенение. И впереди у нас будет пещера. Пещера, но не совсем пещера. Это будет бункер, в который мы давно хотели пройти. Мы в него даже ходили немножечко. Но там была карточка. Потом мы нашли карточку. Открыли дверь какую-то. Ух ты, что это такое? Он умер. Замерз, да. Замерз парнишка. Мы ходили в бункер. В бункере была дверь. Мы нашли карточку в одной из других пещер, в которой мы открыли двери в этот бункер. Но дальше мы так и не прошли, потому что там было очень страшно, темно, опасно. И нам требовалась некая подготовка. Поэтому мы сейчас некую подготовку прошли. Теперь нам не страшно. Теперь у нас вообще смелости очень много. И мы с этой всей смелостью в эту пещеробункерную строительную территорию. Строение что-то. В общем, не важно. Как говорится, не берите в голову. Больше делайте руками. Идем дальше. Идем дальше. Значит, заходим в пещеру. Сейчас она где-то здесь появится. Мы ее, правда, должны визуально еще себе представить. Потому что она, помню, где-то была здесь. Точка на карте исчезла. Поэтому мы теперь не знаем. Мы теперь не знаем, где она конкретно находится. Но я помню, что там была маленькая машинка для гольфа. Маленькая машинка для гольфа. Она валялась или стояла. Вообще все относительно того, как она располагалась на этой территории. Но она будет... А, вон, вон машинка. Машинка для гольфа, как опознавательный знак. Есть. Мы теперь можем приступить к изучению данной пещеры. Вперед в приключения. Вот здесь актуально будет ставить данная песня. Мы что? Мы внутри. Мы внутри пещеры. Мы продвигаемся. Теперь это не пещера. Теперь это пещера, плавно перетекающая в бункер. К сожалению, нет брони. Хотелось бы, чтобы была броня. Но броню мы удачно всю потратили на сражение с каким-то чудовищем, которое было у нас там. Кстати, есть стрела, но нет арбалета. Я сохранюсь на всякий пожарный в этом месте. Мало ли. Но вдруг что-то... Ой, пардон. Я не хотел. Я иногда, когда выхожу из меню, он у меня сам почему-то так делает. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас всякие штуки. Есть у нас... Есть у нас что? Есть у нас... Есть у нас вот эта ткань нанотехнологичная. Можно попробовать ее потратить на изготовление... Смолу можно потратить на изготовление нанотехнологичной ткани. Но, правда, очень большие затраты на эту нанотехнологичную ткань. И, если честно, она очень быстро слетает. Поэтому это только если визуально-эстетически выпендриваться. Я лучше сделаю крюки. Я лучше сделаю крюки для крюка-пушки или тросомета. Крюка-пушка лучше звучит, на самом деле. Крюка-пушка. Да? Звучит? И тросомет. Что за матрос и тросомет? Вот крюка-пушка, да. Звучит круто. Так, мы добавили, значит, еще смолы. И еще делаем себе наконечки для крюка-пушки. Но тросомета. А для кого как... Кому как нравится? Если кому как нравится, пишите, пожалуйста, в комментариях свои замечательные поводы и не поводы, и вообще комментарии по этому поводу. Кому как нравится? Крюка-мет или троса-пушка? Ну, понятно, что вы скажете, ну, крюка-мет, он типа крюками метает. Ну, тут же стрела, короче. Но в целом-то они обе вещи, эти на тросе, да? Ну, тут вообще непонятно. Поэтому, ну, ладно, хорошо, уговорили. Все, 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 все. Все. Мы идем дальше. Я думаю, можно идти дальше, потому что здесь уже ничего не сделать. Хотя можно сделать. У меня еще 450 смолы, поэтому я буду делать что-то еще, чтобы заполнить все карманы, чтобы не просто так эта смола тут стояла. Потому что я ее потратил, ее нужно, значит, все использовать. Обратно-то нам ее не отдадут. Смотри-ка, опечатает, опечатает. Действительно, печатает, действительно, неплохо. Вопрос только такой. Печатает из смолы, то бишь, ну, это очень тонкий предмет, да? То есть, ломкий предмет, ненадежный, да? И как это вообще работает? Как он втыкается в поверхность камня и не ломается? Ведь ему нужно воткнуться в камень этому смоленому объекту в виде стрелы для тросомета, чтобы воткнуться. Ну, в общем, это из области фантастики. Здесь все из области фантастики, на самом деле. Здесь фантастические твари различного рода. Чтобы сильно сейчас не попасть в просаг, я возьму вот такую вот замечательную палку. Она очень выручает, особенно когда нужно быстро кого-то остановить. Быстро кого-то остановить. И мы попадаем в бункер, ребят. Вот тот самый бункер, про который я говорил, в который нам нужна была карточка. Карточку мы взяли. Карточку мы взяли. Что мы видим здесь? Здесь полноценный жилой комплекс. Полноценный жилой комплекс, в котором жили полноценно люди. Как-то нужно вот сюда попасть как-то нужно. Здесь не пройти. А, вот, возможно, вот здесь можно зайти, да. Смотрите, здесь всякие тряпочки, всякие вещи, которые можно скушать, которые можно выпить. Камни в огороде. Огород есть, да. Небольшой полисадник, но присутствует. Что еще здесь есть? Здесь есть бассейн. Комната с бассейном. Возможно, здесь было какое-то жесткое нападение. Везде какая-то слизь. Больше похоже, как будто это чужие какие-то. Смотрите, и вправду, возможно, это какая-то отсылка, но неважно, это может быть и не отсылка. Смотрите, они тоже закутаны в какую-то паутину, привязаны к стене. Здесь у нас ничего нету. Ничего. Все отсутствует. Просто комната с бассейном, где много мыльных пузырей с объектами в виде каких-то тел, прикрепленных стенам. Больше здесь мы ничего не видим. Больше ничего не видим, поэтому можно смело разворачиваться и отправляться обратно. Ловить там нечего, брать там тоже нечего. Что у нас в этом зале? В центральной части у нас находится тренажерный зал. Тренажерный зал. В тренажерном зале есть качели, тренажеры. В общем, поэтому он так и назван, тренажерный зал. Тут тоже все понятно. За стойкой у нас есть только магнитофон. Мы можем попробовать включить какую-то песню. Мы попробовали включить, но ничего не произошло. Песня не заиграла. Песня как играла старая, так и осталась старая. Здесь у нас какие-то ванны и ракушки. В ванных ракушках чилят местные любители расслабиться. Да, возможно, они продлили до конца своих дней. Да, продлили курорт до конца своих дней. Здесь тоже ничего нет. Все, все как-то, все не так как-то. Здесь я не могу пройти почему-то. А вот дверь открыта. Да, потому что я не мог пройти. Я не в дверь проходил, поэтому я не мог пройти. Но я потом вовремя увидел дверь и смог себя сориентировать в дальнейшем в своих телодвижениях. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Здесь какие-то столики. Я так понял, это, наверное, просто место, где можно отдохнуть, посидеть с друзьями. Поэтому здесь тоже делать нехер. Можно идти дальше. Здесь тоже ловить нечего. Второй этаж. Второй этаж, ребят. Мы поднялись на второй этаж. Здесь у нас что? Здесь у нас бассейн-бар. Большой общественный бассейн с баром. Большой общественный бассейн с баром. То есть можно здесь и как побассейнить, так и побарить. Все логично, все просто. То есть вам в одном удовольствие. Можно и плавать, и пить. Так, идем дальше. Здесь тоже все неоднозначно и так далее. Второй этаж не совсем досыщен, не совсем пуст, но какие-то интересные вещи здесь тоже происходят. Вот, например, музыканты. Очень виртуозно умеют играть на гитаре данный молодой или старый. Сейчас не понять уже, молодой он или старый. Все очень неоднозначно. Как бы время его не лечило. Вообще-то так. Да. Поэтому что? Денег очень много. Я предлагаю, конечно, все эти деньги собрать. Потому что если мы с этого острова свалим, то могу себе представить, как прекрасно будет жизнь после этого острова с этими большими суммами. Что у нас здесь еще есть? Здесь у нас еще есть кейс. Я не пойму, правда, почему нельзя сразу взять кейс, положить в него все деньги и таскать этот кейс. Ведь это лучше, чем ходить с набитыми карманами этих свинцовых бумажек, которые только утяжеляют все процессы. Итак, здесь, видимо, была какая-то интересная обстановка. Какая-то интересная обстановка. Здесь ничего нет. Посмотрим, что здесь происходит. Здесь происходит мониторинговая система какая-то. Что-то здесь. Что-то здесь. О! Здесь есть сумка, в которой есть всякие такие приколюхи, штуки. Есть много... Много этого. Много вот этой штуки. Капля масла или как там. Воска. Смолы? Смолы. Вот. Почему смолу изображают в виде капли? Почему не могут изобразить в виде чего-то другого? Почему в виде капли какого-то масла? Посмотрим, да. Значит, что у нас здесь происходит? У нас здесь бункер с какими-то вещами. Здесь обнаружено новое местоположение бункера B. У нас есть бункер B. Отлично. Это получается... А, это бункер A был. А нам нужен теперь бункер B, правильно? Теперь мы знаем новое местоположение бункера B. И, возможно, мы когда выйдем на поверхность, GPS нам это покажет. Потому что здесь GPS не работает, не ловит. Так, я видел, где-то здесь был переход. Я видел, где-то здесь был переход. В какой-то переход, проход, в котором можно было зайти. А, он был с той стороны. Он был с той стороны. Поэтому мы сейчас отправимся с этой стороны на ту сторону. Вот. Это будет тусторонний поход. И мы отправились в тусторонний поход на ту сторону, с этой стороны. Здесь мы видим... Мы видим много-много отдыхающих. Каждый отдыхал по-разному. Кому как нравится. Но, в целом, видимо, чилили они неплохо и по полной. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас... Здесь у нас опять много бумажек. Много бумажек. Что-то здесь есть еще. Здесь есть комната. Здесь есть комната. В этой комнате у нас что? В этой комнате у нас ничего. Ничего хорошего. Да, в этой комнате ничего хорошего. Ну, видимо, здесь уже все хорошее случилось. Да, есть минералка. Надо, кстати, что-нибудь сделать с этим. А то мы предметы эти собираем, а с ними ничего не делаем. Давайте что-то делать теперь с предметами, которые собираем. Будем их эксплуатировать, использовать. В общем, совершать с ними какие-то воздействия, действия. Потому что, для чего они еще тогда здесь нужны? Для того, чтобы что-то с ними делать. Так, и проходя мимо, я видел поворот налево. Я видел поворот налево. Там, возможно, что-то есть, что-то интересное. Поэтому мы пойдем сейчас на поворот налево. Посмотрим, что там есть, что-то интересное. Возможно, там очень что-то интересное есть. А, возможно, там нифига интересного нет. Но это мы сейчас узнаем, если мы пройдем, сходим туда. Мы прошли, сходили сюда. И что мы видим здесь? здесь мы видим здесь мы видим здесь мы видим пещеру здесь мы видим пещеру есть проход ухты посраться как страшно быть пропищала эта мышка есть два прохода до есть два прохода один направо есть проход так там прям очень страшным смертью пахнет если проход налево здесь тоже как-то неоднозначно. Я думаю, что если мы возьмем фонарик, возможно, а, во, возможно, эти два пути как-то между собой пересекаются. Да, возможно, эти два пути между собой как-то пересекаются. Я еще раз пройду, чтобы понять, что... Да, эти два пути между собой... Ох ты! Меня что-то... Меня что-то ударило. Ага, меня ударило какое-то маленькое существо. Так. Не буду зацикливать на нем свое внимание. Я продолжу движение дальше по этому коридору, который вел нас из этого бункера, чтобы посмотреть, куда ведет нас этот коридор, который ведет из того бункера, чтобы посмотреть, куда поведет нас то, что нас ведет из этого бункера туда по коридору прямо. В общем, вот такая тавтология. И что у нас? У нас здесь выход, ребят. Это выход. Выход из пещеры и куда он нас вывел этот выход. Сейчас посмотрим. Он нас куда-то вывел. Он нас вывел рядом с какими-то тварями. Давайте откроем GPS. GPS, навигатор. И посмотрим. А, он нас вообще практически очень нифига себе даже рядом вывел. Так. И у нас есть новая точка, ребят. Новая точка у нас есть. Предлагаю добраться до этой точки и оттуда уже начать непосредственно хронику событий. Да, куда ты убежал? Подожди ее. Маленький, иди сюда. Я тебя не обижу. Только один раз сделаю. Коль, иди сюда. Опаньки, жопаньки. Да, и от них лучше от вот этих вот обезьян избавляться сразу. потому что, к сожалению, если это не сделать, он зовет других и толпой они очень неплохо так могут размотать. Так. Ух ты. Вовремя поставленный блок может спасти вам жизнь. Но тем временем у нас полный рюкзак сумочек. Так. Но у нас появилась на карте точка. Появилась точка. Мы отправляемся к точке, ребятки. Мы отправляемся к точке и увидимся на этой точке. ВОЛНИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ